Добрый день! С вами Наталья и сегодня я хочу показать свои комнатные растения, которые находятся на восточном окне. Тут произошла небольшая перестановочка и часть растений с южного окна я переставила сюда, а часть растений переставила в другое место. Итак, начнем. Вот эта геранька стояла, я показывала вам на южном окне, но я не хочу, чтобы она свела больше. Потому что ее соседка обрезанная начинает раскрываться, я покажу вам позже. Здесь прохладнее в этой комнате и расти. Дальше будет здесь это растение на восточном окне. И хочу показать кислицу или оксалис, какое-то большое красивое растение, и сколько оно занимает места на подоконнике. Вот посмотрите на эту красоту. Это растение продолжает цвести. Вот такая прелесть. Дальше это растение стояло немножко на южном окне, я уже рассказывала о нем. Это Рео полосатая розовая. И мне пришла мысль в голову, пока я делала здесь перестановочку. Вот эту вот часть я сейчас обрежу. Когда обрежу, вам покажу, чтобы это растение дальше вот здесь развивалось нормально, а это можно будет отсадить совершенно в другую емкость. Дальше стоит соседка этого растения. Это ее как бы детка, которую я показываю. Она стояла на южном окне. И я уже рассказывала, что я отрезала от такого же растения. И оно почему-то стало похоже на Рео покрывальчатое. Но вот эти малыши, кто не видел, вот дальше идут. Именно с материнскими качествами. Переставила с южного окна на восточное. Это растение я с южного опять вернула на восточное. Ну и произошла перестановочка. Кто смотрит мои видео постоянно, вот Молочай Беложилковый стоял совершенно в другом месте. В другой стороне окна, левее. И вот это самое большое растение. Это растение, которое появилось через год. Дальше два хлорофитума. И китайская роза укореняется. Вот такие растишки сейчас стоят на этом восточном окне. Вот видите, Молочай. Упала семечка, вон малышка растет. И вот я от него отсидела здесь в горшочке. Рос вот этот вот хорошенький такой. Я уже его отсидела два дня назад. И он прекрасно принялся, растет дальше. И вот в хлорофиту попала семечка от Молочая. Стреляются семечки далеко. И растет пока. Хлорофитами трогать не буду. Но должно подрасти. Потом я его отсажу. В следующем видео я опять уделю время Молочаю. Будет отдельное видео о Молочае Беложилковом. Потому что задают очень много вопросов. Через сколько зацветает это растение? Какие у него семена? Через сколько появляются после посадки детки? Будет большое видео. Я полностью покажу, еще расскажу об этих растениях. Покажу, как выглядят семена. Мы с вами вместе. Я возьму плошечки маленькие. Вот как вот этот стаканчик. И с вами вместе мы посадим семена. Запомним дату, когда я посадила. И посмотрим, через сколько они взойдут. Но это будет отдельное видео. А сейчас я отрежу вот это Рео розовое. И оно будет расти отдельно. Остальное будет здесь развиваться более компактно и красиво. Вот я отрезала это растение. Оно очень крупное. Сейчас я оторву там сухие листики. Они такие уже завявшие. И поставлю на укоренение. Правда, еще не решила сразу земляную смесь. Или поставлю водичку. Потом вам покажу. И вот так выглядит это растение, оставшееся в горшке. Но не совсем пока компактненько. Я сейчас немножко вскопаю здесь землю. Добавлю немного земли. И вот оно будет нормально развиваться. И заполнит горшок. Потому что, видите, это растишка под наклоном. Потому что то большое растение не давало нормально развиваться. Через время оно будет иметь более компактный, красивый вид. Я вам покажу все. И так, если вам понравилось это видео, заходите на наш канал. Смотрите, какие у нас растения. Что у нас происходит. И всего доброго. До новых встреч. Пока-пока, дорогие друзья.